Их лица застыли в веках и в каком бы месте не разворачивали стену памяти, к ней всегда будут приходить люди. Найти дедов и прадедов, участников Великой Отечественной. 22 июня 41-го тысячи наших земляков превратились в воинов. Многие не вернулись из боя, пропали без вести. Поэтому их фото на стенде – единственное место, куда можно прийти и поклониться. Журналистка Инна Сальникова видела своего дедушку и его брата только такими. У меня здесь мой дедушка Сальников Федор Иванович и его родной брат Сальников Иван Иванович. Оба они ушли на фронт и оба без вести пропали. И у обоих осталось по двое детей. Вот такая судьба. Когда объявили эту акцию, ты тоже откликнулась, естественно. Это замечательно вообще эта идея. Прекрасная акция. Потому что сотни, тысячи саратовцев, жителей нашей губернии, пришли и принесли свои фотографии. И вот теперь приходят. Понимаете, вот дедушка и его брат, они пропали без вести. И некуда было прийти, собственно говоря, поклониться. Теперь есть такое место. Борис Шинчук вспоминает отца. Леонид Борисович был летчиком. Оставил после себя вечную память и рассказы о том, как люди умирали от голода. Пирожки были замерзшие в камень. Если бы они были горячие, мы бы все проглотили. А так мы их грызли, пока не доехали до Средней Азии. Что и спасло, наверное, да? Да. В этот день вахты памяти прошла по всем традиционным местам, где принято говорить о участниках войны. С четырех утра воздаются почести героям. На набережной на воду опускают венок. Течение Волги отнесет его в вечность. Как много их друзей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. КОНЕЦ КОНЕЦ